Нам открыты все маршруты! С добрым утром, малыши! Сегодня вместе с Хрюшей и Антоном Зорькиным мы встречаем актёра Ивана Жвакина! Доброе утро! Привет, Антон! Здравствуй, Хрюша! С добрым утром, ребята! Как настроение, Иван? Ты знаешь, Антон, превосходное! У меня совсем недавно был день рождения и я даже не думал, что самым лучшим подарком будет здесь оказаться вместе с вами. Лучший мой подарочек Старочек, это ты! Раз у вас хорошее настроение, то предлагаю поиграть. Все мы помним вашу потрясающую роль в одном известном сериале, где вы кого играли? Было дело сыграть меня хоккеиста. Мы с Антоном хотим посмотреть, справитесь ли вы с нашим хоккеем, воздушным. Забивать будете не шайбу, а воздушный шарик. Но сначала его нужно провести через кегли. Очень осторожно. Итак, Иван, пожалуйста, проходите на позицию. Сюда. Да, конечно. На старт! Внимание! Марш! Давай! Итак, игрок под номером один. По-моему, Ивану понравилось играть. И... Да! Девяточку, видите, девяточку. Гоу! Россия чемпион! Молодец! Иван, у нас с Хрюшей вот вопрос. Мы вот поспорили, что вот сто процентов вы никогда не играли в хоккей до начала съемок. Это правда? Да, это правда. Да! Хорошо. А тогда как же вы научились на съемках вот так здорово владеть клюшкой? Нам непонятно. Вы знаете, количество переходит в качество. Ну и у нас были очень много тренировок перед самими съемками, где мы занимались как и катанием на коньках, так и игрой в хоккей. Но больше акцент был на том, чтобы, конечно же, избежать травмы и быть готовым к съемкам. А вы сами выполняли сложные элементы? Или за вас это делали профессиональные хоккеисты? В том числе, потому что, ну, таким образом кино получается правдоподобней. Наша задача была сделать иллюзию этого, но, тем не менее, катаемся мы на коньках не хуже. И актер, и хоккеист. Талантливый человек, талантлив во всем. Давайте же узнаем побольше о нашем гости. Ну что ж, предлагаю провести интервью. Но оно будет у нас не самым обычным, а с предметами. Наша любимая, Хрюш. Да, да. Это что значит? У нас есть коробка, в которую мы положили разные вещи. Да. Все они имеют отношение к вашей жизни. Даже так? Да. Антон будет их доставать по очереди, а вы будете рассказывать, что они для вас значат. Итак, первый предмет это... Это... Ой, тяжелый какой-то. Хрюш, это какой-то камень. Ой, здесь, Хрюш, что-то написано. Да, вообще-то там написано, что это не камень, а метеорит, который из космоса падает. А я смотрю, такой необычный. Я думаю, он даже настоящий. Вы даже съездили туда и взяли кусочек. А туда-то куда? Расскажите. А вот не столь давно произошло такое событие, что в Челябинской области упал такой большой камень, от которого, наверное, и есть этот кусочек. Собственно говоря, он упал в городе Чебаркуль в озеро, и весь Челябинск видел это происшествие. Да это происшествие весь мир видел. Это точно, да. Я первым делом позвонил маме, естественно. А, это ваша родина? Да, конечно. Я сам с Челябинска, и, собственно, да, Челябинский метеорит. Так оно и было. Я позвонил своей маме, и она сказала, что все в порядке, перепугалась от всего этого только кошка. Но моя мама ветеринар, поэтому... Она быстро успокоила. Она умеет общаться с животными, да. Антон, доставай следующий предмет. Большой радостью, Хрюша. О, какие вкусные, ароматные. Яблоки, держите. Спасибо. Видимо, Хрюша прознал, что у нас была театральная школа, в которой я занимался, и был такой предмет, где сцен движения нас учили так же и работать с жонглированием. Но, вы знаете, я так давно этим не занимался, что просто даже не знаю, остались ли какие-то способности к этому или нет. Попробуем? Да, конечно. О, о, о! Вот это да! Вы знаете, я не делал это лет 10. Браво, браво! Также еще обратным способом, если получится, можно двумя... Хрюша, я, честно говоря, в восторге! Ура! В каскаде. Да, работает! Ура! Есть. Я бы, конечно, попробовал бы, но у меня, наверное, ничего не получится. Я лучше их потом помою и съел. Договорились. Обязательно. Давай доставать следующий предмет. Да, давайте. Дальше будет еще интереснее. Итак? Это мой любимый девиз по жизни. Дальше будет еще интереснее? Дальше только интереснее. В таком случае объясните, пожалуйста, что это такое? О, это чешки. Чешки. 31 размера, кстати, квартира моя в Челябинске. Серьезно? Да, это мое любимое число. Именно, наверное, там, в Челябинске, вы начинали заниматься танцами. Вы знаете, да, у меня тоже был такой предмет, когда я попал уже, ну, в подростковом возрасте в театральную школу, у нас был классический танец, в том числе и народный. И это вот удобная обувь для занятий такого рода предметом. Потом это уже перешло в балетки. Но чешки тоже классно. Они не скользят по полу, и в них можно делать разные интересные штуки. Конечно. Очень удобно, да, Хрюша? Да. Да. Вот интересно, что еще в этой коробочке лежит? Ну, Хрюш, ну, здесь есть какой-то мусор, сейчас я его выкину. Нет, 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 это не мусор. А что это? Этот предмет тоже к ванну относится. Так это какая-то щепка, Хрюш. Это не просто щепка. А что это? Ну, да, действительно, эта щепка так и есть. Но так еще в народе называется институт, в котором я учился. Щепкинский институт, в честь Михаила Семеновича Щепкина. Ну, тогда с этой щепкой понятно. Это действительно не мусор, а напоминание. А у нас финальный предмет. Это игрушечный мотоцикл. Да, это так? Это так, это игрушечный мотоцикл. А какое отношение он имеет к вам? Ну, наверное, потому что я не столь давно начал заниматься мотокроссом. И, в принципе, это, конечно, не мотоцикл, не из этой серии. Но на таком я почти тоже катался. И, в общем, у меня уже давно имеется тяга к такому виду транспорту. А это не опасно? Ведь там уж такие вот есть повороты крутые, виражи. Я сначала рекомендую пройти все нужные курсы на эту тему, а потом уже наслаждаться этим транспортом. Ой, какая интересная жизнь у вас, Иван. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в гости. Мы классно провели время. Ребят, это вам большое спасибо за то, что пригласили меня к вам сегодня в студию. Не за что. Приходите к нам почаще. А еще подписывайтесь на мой инстаграм. Хрюша, нижней подчеркивание класс. Там море отличных фото и видео. Подпишитесь? Хрюша, я с удовольствием, но тогда ты подпишешься и на мой. Договорились. Ребята, живите активно и мыслите позитивно. И смотрите канал Карусель. Не приключайтесь. С добрым утром, малыши. И помните, дальше только интереснее.